Всем привет, друзья! С вами Болтарец. Сегодня мы посмотрим на игру Централия. Это игра от разработчика Indie Games Studio. Или просто Indie Games, точно не помню. В общем, все его игры в Steam, и не только, на мой взгляд, полное говно, очень хреновые отзывы. Все неоптимизировано, неинтересно, баговано, но это игра, ребята. 14 обзоров в Steam, и все положительные. 100% положительных обзоров. Я не мог пройти мимо, и давайте мы посмотрим, что же это за игра. Я жил обычной жизнью. Работа, любящая жена, любимая дочка. Я не мог представить, что произойдет в роковой день в мае 1992 года. Меня зовут Генри Нильсон, и я расскажу вам свою ужасность. Моя жена пропала без вести 7 лет назад. Страшная авария в неприметном городке Централии. Под городом были огромные запасы угля. Весь город охватил подземный пожар. Жадные власти копали так глубоко, что, по слухам, они откопали нечто ужасное и плохое. Испугавшиеся шахтеры спровоцировали пожар-залежи угля. Поговаривают, что почти что все, кто находился недалеко от эпицентра, сошли с ума. Централия превратилась в мертвый город. Лишь небольшую часть жителей удалось спасти. В том числе и мою дочку Ширли. На момент аварии я находился в командировке. После катастрофы мою дочь как будто подменили. Мы переехали в соседний штат. Сегодня, днем в день рождения Ширли, зайдя к ней в комнату, я обнаружил записку, в которой она написала, что отправляется в Централию, искать маму. И я отправился за ней. А игра-то, ребята, с сюжетом. И вот мы начинаем играть. Так, что? Журнал, скорая, один. Так, во-первых, конечно, здесь... Так, а почему я нажимаю на Escape и ничего не происходит? Так, на Tab у нас... Ага, понял. Ну, главное меню. Так, настройки. Давайте мы, знаете, что сделаем. Чувствительность мыши. Ну, да, это что-то вообще прям беда. Все на ультрах, как вы видите. 60 фпс. Так, ну вот, уже поприличней. Так, что-то светится. Давайте сюда сходим. Ох, нихера себе ему на Shift это, как пижин. В правом нижнем углу у нас сердце бьется. Так, что такое? Так, на E мы зашли. Очень темно. О-о-о! Ну, все понятно, ребят. Все понятно. Как-то называлась игра, я не помню. Опять же, от этого разработчика. Вот один в один это здание. Я сделал, конечно, на той игре возврат, потому что это абсолютно было неиграбельно. И вот прям один в один. Прям все то же самое. Ну, пиздец. Те же самые койки, да-да-да. Все, те же проходы заваленные. Все понятно. А вот тут, кстати, не завалено. Нет, давайте я еще немножко подкручу, потому что, ну, это как-то вообще... Так, чуть, блядь, не нажал, куда не надо. Вот, вот так вот сделаем. Гамму тоже, в принципе, можно. Во! Другое дело. А то вы вообще, ребят, тогда нихера не увидите. Часы работающие. Что, согласитесь, странно. Для такого места. Мы спокойно открываем двери. Мужчина. В костюме. Господи, блядь. А, это мы просто его таким образом задеваем. Я-то уж думал, это какой-то скримак. Не мой скримак. А это, оказывается, мы просто его задеваем. Смотрите, как танцует, а. Да. Что вот это за символы. Это, получается, можно как-то использовать. Да, вот эти вот галочки. Так, журнал, госпиталь. Давайте нажмем на таб. Журнал. Так, у нас, кстати, журнал «Скорая» был. Вот мы не прочитали. Так, чтобы сохранить игру, найдите печатную машинку. Так, «Контрол», приседать, «Е», взаимодействовать, «Т» фонарик, смена оружия, огонь, приблизить. Понятно. Журнал «Госпиталь». Из-за этой аварии, связанной с подземным пожаром, вся больница стала забита. Постоянно поступают люди с отравлением ожогами. Всего лишь за сутки подземный пожар распространился так сильно, что над городом идет дождь из пепла. И появилась туманность. Так, ну понятно, короче, наступил пиздец. «Т» замечательно. Раз, два, три, четыре у нас, значит, пока оружия никакого нету. Ну, левый «Контрол» мы вот таким образом приседаем, все понятно. Так, смена камеры. Мы можем посмотреть, видимо, что творится в других кабинетах. Цифра 19. Что это за звуки какие-то непонятные? 84. Это, видимо, какой-то будет пароль. Какой-то пароль от чего-то. Господи, а это что здесь делает? Ну, здесь ничего интересного я не вижу. Я вроде на «Е» нажимаю, он что-то щелкает, но ни хрена не происходит. Это же вроде как включить свет. Ну, он вроде как и включен. Или я что-то не понимаю. Вот это, кстати говоря, камера, да, через нее мы смотрели. Значит, здесь какие-то невидимые цифры. Теперь, возможно, нам стоит выйти на улицу, вообще осмотреть, что здесь еще в этом городе есть. В этой централи. Мы можем дальше пройти. Ой, там лифт, что ли, приехал? Серьезно, мы можем еще... О-о-о-о! Да тут можно, в принципе, надолго задержаться-то, побродить. Так, и эта дверь открывается. Ни хрена себе, ребята, это первый хоррор, в котором можно вообще везде ходить. Все открывается, вы посмотрите. Пока даже никаких загадок нету. Ну да, да, это вот больница абсолютно... Ох ты! Абсолютно та же самая больница из той игры, я уж не помню, как она называется, да и бог с ней. Блять, сука, ворона какая, а? Так, я что-то подобрал, это кусок какого-то мыла, а, это синий алмаз, можно продать. В смысле продать. Это, блять, что тут еще, какие-то элементы РПГ будут у нас? Еще скажите, блять, прокачка будет. Так, а это зеленый алмаз, дайте-ка угадаю. Зеленый топаз. В смысле, сразу можно продать кому? Что, да, нет, нет. Ну, давайте, да, нажмем. Точно, ребят, я на что-то продаю. ПТС, что это за херня? А давайте продадим, что нахрен они нам нужны. А рыться мы вот здесь вот можем, в этих ящиках, нет? Я буду везде на Е нажимать, ребята, потому что, мало ли, может, что-то где-то сработает полезное. Журнал «Жена» или «Жена». Медицинская карта, больная, Олеса Нельсон, возраст 29, диагноз, тяжелое отравление угарным газом, повышение концентрации СО до 32%, паралич и потеря сознания, отравление, потеря сознания, коматозное состояние, судороги, нарушение дыхания, которое становится непрерывным, расширение зрачков и сослабленные реакции на свет. «Больная потеряла сознание и впала в кому». Где она? Где больная? Больной нету. Она, наверное, выздоровела и ушла. Так, мы нашли, ребята, патроны для дробовичка. Хотелось бы, конечно, пощупать уже это оружие. Посмотреть, как здесь со стрельбой. Это кто-то стоит там? Ребята, там кто-то стоит. Может, это наша дочь? Девушка. Блядь, ну, конечно, жутковато. Жутковато, не спорю. Блядь. Какого чёрта? Шутки, это наша девочка, да? Ты что, дура? Зачем не надо? Блядь, это что за... Это что за сайлент-хилл такой? Подождите вы, что творите? У меня оружия нету. Закройте двери. Это... Это они там что, бензопилу завели, что ли? Сука, он идёт сюда, ребята. А чё делать-то? У нас оружия нету. Ну, давайте сейчас мы его... Ох ты, сука. А, у нас прыжка-то нету. Он нас зажал, получается. Чё ты там делаешь-то, блядь? Так, хорошо, давайте мы тогда выбежим вообще отсюда. Хотя, подождите, а как мы выбежим? Та ведь замуровали нас. Вот. У нас замуровали. Спасите, помогите. Чё это, блядь, было такое? Пока ничего, ребят, непонятно. Давайте, пожалуй, выключу фонарик. Выйдем в эту централью и поищем пушку. Здесь есть полицейские машины. Полицейские машины. Наверняка здесь должен быть где-то дробовичок. Какой-то олененок. Блядь, если честно, не особо хочется подходить туда. Давайте зайдем сюда. Что это? Аптека? Нужно осмотреть полицейский участок. Вот. Всё правильно. У нас главные герои не такой уж и тухой. Только где этот полицейский участок? У нас есть карта. Ой, у нас есть карта, блядь. Так, какие-то дома, госпитали. Так, это у нас школа. Это дом. Вот полиция. Это нам нужно в обратную сторону, значит, да? Всё, понял. Разворачиваемся. Идём вот туда. Вот это полицейский участок. Так, ещё я хер, наверное, попаду сюда, да? Нужно сейчас найти болторез. Раскусить вот это вот всё дело, да? Или мы можем как-то попасть другим способом? Можно вообще нахуй уйти отсюда? Нет. Игра нас заставляет играть в себя. Хм. А вот ещё ворота есть. О, нормально. Пройдём здесь, значит. Кстати, хорошо сделано, что игра нас сразу направляет, куда нам нужно идти. Мы пытались зайти в аптеку. Она нам говорит, мол, куда ты без оружия-то ломишься? Сходи в полицейский участок, а вот он и ствол. Прекрасно. Так. Заметка полиция. Давайте посмотрим. Так, это не журнал, это нам заметка нужна. Осмотреть здание полиции. Найти дело по пожару в городе. Найти оружие в полицейском участке. А, всё понял. Значит, здесь пишутся заметки, пишутся цели. Опачки. Это кто это у нас там, нахуй? Сейчас разберёмся. Так, это был сейв, нет? А, игра сохранена. Всё, замечательно. Мы засейвились, ребята. Ох, ебать. Ну, слушайте, ребят, с оптимизацией здесь вообще всё в порядке. Я тебе глаза прострелил. А он всё равно меня жрёт. Стабильные 60 кадров, ничего не плавает, всё очень хорошо. Действительно, заслуженные лайки стоят в стиме. Так, ну вот. Вот какие-то записули. Я нашёл то, что нужно. Заметка магазин. Найти код от домофона магазина. Проверить квартиру на втором этаже. Ордер на убыск в магазине. Улица такая. Это жильца квартиры номер 12 на втором этаже. Подозрение в совершении незаказного преступления. Код от домофона 5693. Слушайте, ну это ж вообще тут пиздец можно запутаться. У нас журнал, заметки и что-то как-то какие-то названия. Ну, допустим. Допустим, код от домофона у нас есть. У нас есть номер дома, куда нам нужно есть. Нужно идти. У нас есть номер квартиры. Сейчас мы здесь все папочки соберём. А потом уже будем разбираться, что где. Так, сейф. Здесь имеется сейф. Валюта. Продай камни, нажав на них в инвентаре и улучшай оружие. Ага, понятно. Для чего это. Значит, не зря я продал. А как его улучшить? Господи, подожди, ты что делаешь? Я хотел на оружие нажать. Вот. Пистолет. У нас будет еще ружье, автомат и снайперская винтовка. Но пока не хватает. Нам нужно прокачать урон. Откуда здесь зомби вот этот взялся непонятный? Дверь закрыта. Интересно, интересно. Так, вот еще какая-то дверка. Так, а здесь заключенные, да, у нас подозреваемые прис... Опа. Ты кто? Вот ты кто? Меня зовут Генри Нильсон. Я ищу свою дочь, Ширли. Ты не видел ее? Девочка, 12 лет. Нет. Помоги мне. Выпусти меня. Какого черта тут вообще происходит? Что это за существа? Кто ты? И что ты тут делаешь? А? Меня зовут Стэн. Я не понимаю, как попал сюда. Проснулся с запертой за решеткой. Так ты поможешь мне. У меня нет ключа. Я поищу ключ в полицейском участке. Поторопись. Эти твари постоянно скребутся в стенах. Держись. Я скоро приду. Ну что, ребята, здесь есть живой человек. Мы, естественно, его выпустим. Хоть какая-то компания у нас, я думаю, будет. Так. Заметка осужденный. Скорее всего, наверное, это про него, да? Будет что-то найти информацию о стене, который сидит в заключении. А нахрена? нахрена нам эта информация? Типа стоит его выпускать или нет? Так, ну вот, возможно и здесь. Вообще, я все здесь заблутал. Не может же такого быть, что какой-то журнальчик появится снова, да? Ну, у нас есть сейв. У нас есть сейв, но нету от него пароля. Вот он, сейв. Ага. Какой-то здесь должен быть пароль. Нужен код. Да, нужен код. Но в записках мы смотрели, ничего подобного я не нашел. Давайте еще раз посмотрим. Так, найти оружие. Так, это надо в журнале смотреть. Код от домофона. А давайте попробуем, почему бы нет. 56 93. 53. 56 93. Ну, конечно, да, это слишком тупо. Ключ должен быть в полицейском участке, чтобы открыть стены, выпустить. Дверь до сих пор закрыта. Здесь ничего нету. Да? Потому что вещи-то подсвечиваются немножко, и мы бы все равно не пропустили ничего. Хорошо, давайте выйдем. Давайте выйдем в город и сходим. А это у нас кто-то идет? Это еще один зомбер? Давай. Ну, ты тупенький, да? Я так понял. Ага, и у нас не простреливается. Ну, да, конечно. Это очень логично. Понятно. Давайте мы теперь прогуляемся. Выключим фонарик, чтобы не палиться. Куда там нам нужно было сходить? магазин, улица. Так, жилиц квартиры номер 12. Так, store, чест, ну, блядь, карта. И где этот дом? Вот он, да? Вот эта улица. Блядь, а куда мне там идти? А, store, все, 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 понял. Понял. Да, затупил, затупил, согласен. Значит, мы должны идти туда, куда мы и ломились изначально. мы здесь рядом. сверимся с картой. Да, все правильно. Нам вот сюда нужно. Код от домофона у нас есть. 56 93. Правильно? Да. Ну, что ж, заходим. Вламываемся. Ну, судя по звукам, мы здесь не одни. Давайте зачистим территорию. Они там, блядь, бегают. Где они, я понять не могу. А, это, походу, со второго этажа доносится. Да, почему ты не умираешь-то? Кстати, давайте попробуем в тушу пострелять. По-моему, вообще никакой разницы нету, что в голову, что в тело. В голову мы должны были попасть три раза. Пиздец, да, сука. Ну, со звуками, конечно, здесь полное говно, ребят. вообще непонятно, кто где находится. Так, нам нужно в двенадцатую, вон, вижу. Нам сюда. Кто есть дома? Дверь закрыта, ну, блядь, почему я не удивлен? Раз, два, три, четыре, да, все-таки в голову надо стрелять. Ну, нас сожрали, да? Почти. Ребята, мы еще выживаем. Нужен ключ от тринадцатой квартиры. Кстати, может быть, здесь мы что-то найдем? Хотя нет, это, наверное, почта. А может, в одиннадцатую мы зовем? В одиннадцатую можно, хорошо. Возможно, теперь мы как-нибудь там по балкону, а может, вообще в стене дырка есть. Шляпу кто-то оставил. Как так можно вообще шляпу оставить? Ну, ты уходишь, ну, ты возьми с собой. Какой-то ящик. Используйте отмычку. Господи, здесь еще отмычки есть. Точно какая-то прокачка нужна. Смотрите, ребята, закрытая. Бегинер, то есть, это взлом, навык взлома новичок нам потребуется. Я правильно понимаю? так, это все дело открывается. Мы здесь можем находить какие-то вещи. Патроны мы даже можем находить, слушайте. Или это не патроны? Что-то у меня патронов ни хера не прибавилось. А что это я такое взял? Боеприпасы 9 миллиметров. Что да? Типа распаковал их? Точно? Ни хрена себе как тут сделано. Только зачем такие трудности? А, что типа их можно еще и продать, наверное? Понял. в целом неплохо. В целом неплохо сделано. Здесь, по-моему, сколько здесь этажей? Господи. А, возможно, нам нужно в 16-ю пробраться, и мы там... Да, смотрите, 16-я открывается, и мы через окно таким образом сможем попасть на этаж ниже. Телефон. Никто не отвечает. Ну, еще бы, блядь, но ты видишь, что город не живой. И кто тебе ответит? Зомби вот эти вот. Похудеть здесь даже можно... Здесь все можно поднимать, понимаете, ребят? Все можно поднять, открыть. Заметка оружие журнал Охотник. Давайте посмотрим. Значит, заметка оружия. Найти дробовик у охотника в квартире в доме 28-2 на улице Мартина Лютера. Понятно. Значит, у нас есть координаты, где лежит дробовик. Хорошо. А здесь журнал Охотника. Мы приободрились. Надеюсь, что с приходом зимы наши охотничьи дела поправятся и с нетерпением ждали обещанную лицензию на отстрел кабана. Я так и не дождался лицензии. Среди моих хороших знакомых были Алекс Джонсон и Итан Тейлор. С ними начинал я охотиться на пушного зверя. Так, ну, хорошо. Журнал Охотника. Я думаю, там ничего полезного не будет. Давайте мы будем все открывать. Потому что есть самоцветы, которые мы можем продать и улучшить. Кстати говоря, насколько я а нет, а да, у нас есть топаз зеленый, мы его продадим. И так, боезапас, скорость сука, не хватает. А если я вкачаю силу на один, я буду с двух хатшотов убивать зомби? Я лучше тогда прокачаю скорость, чтобы я побыстрее эти три пули выпускал. Мне кажется, это будет лучше. Ну, смотрите, я здесь не могу выйти в окно. Так, а синий сколько стоит? А, он, по-моему, он, по-моему, хорошо стоит. Отлично, он как раз хватает. Давайте вот на скорость. Замечательно. Вкачали. Нам нужно спуститься на этаж ниже. кстати говоря, мы, по-моему, прыгать не можем. Я на пробел нажимаю, он как-то дергается в конгульсиях, непонятно. У нас красное сердце, нам нужно захиляться, но у нас ничего такого нету. Давайте мы это распакуем. Пистолет. Так, а что же тогда делать? мы сюда можем зайти. Ну, вот это мне очень нравится. Здесь подсвечивается замечательно. Еще халявные деньги. Мне нравится, что здесь все открывается. Я имею в виду даже не просто шкафы и шкафчики, а именно двери, то есть мы можем во все помещения практически заходить. Очень хорошо. Сука, как нам попасть на этаж ниже? Там все закрыто. Никаких ключей я не вижу. Мне еще нужно найти информацию о стене, о заключе купочки. Журнал магазин. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что это такое? Что у нас здесь? Как я устал от своего магазина. Приносит копейки, а проблем с ним. Лучше бы дальше работал инженером. Теперь больше провожу время дома. Моя жена стала меня раздражать. Раздражать, чувак. Даже не знаю, люблю ли я ее. Раньше ездил на работу два через два и все было хорошо. Этот безмозглый продавец постоянно забывает пароль сейфа. Что сложного запомнить четыре цифры 75-84. Хоть сам вставай на кассу. Все настроено против меня. Отдаляет один шаг от алгокализма. Магазин и у нас есть пароль сейфа. Пароль от сейфа. Ну что, значит, нам нужно найти этот самый магазин. А, собственно, хули его искать. мы в нем. Магазин-то на первом этаже. Ну, все тогда без проблем. Давайте вскроем сейф. Посмотрим, что там есть. Здесь что-нибудь имеется? Ну, конечно. Нашли, блядь, куда патроны прятать. И здесь еще что-то есть. Так, хорошо. Без фонарика мрачновато, скажу я вам. Пусть будет. Спускаемся на первый этаж. со звуками, конечно, здесь беда. Поэтому будем готовы. А зачем ты перезаряжаешь, если у нас обойма и так уже полная? Со звуками херово, непонятно, кто где находится. Поэтому, ребята, мы будем очень внимательны. Всякая хуйня может появиться в любой момент, из любого угла. Засейвимся. так как у нас хп можно сказать нет. Ищем сейв. Сейв, сейв, сейв. Ну вот, он стоит, вижу. Здесь мы еще не осматривались, давайте это сделаем. Убедимся, что здесь безопасно. да, здесь никого нет, можно спокойно заниматься своими делами. Брать в руки предметы? Ух ты! А как его бросить? А куда стул делся? Я его хотел отсюда убрать, чтобы он мне не мешался. Вот, спасибо. сейв, заметка магазин номер 5, господи, 7584, давайте мы сразу откроем, 75, 7584, и что у нас здесь? Ключ, я подобрал ключ, хотелось бы знать от чего он? Может быть как раз от той комнаты? отчего этот ебучий ключ? Ключ от квартиры номер 13, ну все правильно, мы нашли какую-то заметку, нужно поискать пароль от сейфа к хозяин села, у нас он уже есть. Возвращаемся на какой получается второй, да, на втором этаже это было. блядь, это не туда куда нам нужно в двенадцатую попасть. Видите, написано просто дверь закрыта, а не то, что нужен ключ, поэтому все-таки мы наверное как-то проберемся через балкон меня не покидает эта мысль. Никто не отвечает, ну и бог с ними. Давай возьмем журнальчик, что там у нас? Заметка магазин семь. попробовать пробраться из квартиры тринадцать в квартиру двенадцать. Ребят, видите, я вас еще когда-нибудь обманывал? Да, блядь, зачем? Что-то я напряжен немножко, ребят. Не знаю почему, вроде никто нас тут не пугает. Давайте здесь тоже вот так вот пару ящичков дернем и пойдем дальше. Вот через эту комнату мы скорее всего пройдем. Да, через вентиляцию мы сейчас проберемся. Здесь было детство. Господи, это что, блядь, за город? Почему здесь такие маленькие комнаты? Ну вот мы и попали в квартиру номер 12. Я, если честно, уже и забыл, зачем мы здесь. То есть мы даже, блядь, с этой стороны не можем открыть дверь. Пиздец. А не проще взять и выломать ее просто? так, ну значит тогда здесь что-то, что-то должно быть. Да. Заметка магазин 6. Прочтем. Поискать улики в квартире номер 12. поискать улики в квартире номер 12. А какие улики искать? Ну вот я здесь, я в 12 квартире, какие здесь улики можно искать? Ну что, займемся поисками. Будем открывать тогда каждый шкафчик. журнал магазин 6. Ну вот это, наверное, и есть доулика. Запись шахтера. Работники одной из угольных шахт случайно обнаружили крупное месторождение золота. Обнаруженное шахтерами золото может круто изменить судьбу умирающего месторождения. Из-за падающих цен на уголь здесь закрылись уже 4 крупные шахты. Но теперь проблема нехватки средств решена. Находка шахтеров оценивается в 10 миллионов долларов. Работники месторождения рассказывают, что были потрясены обнаружив шахте драгоценный металл. Отдельного восхищения заслуживает размер самородков. Один из них весит около 90... Нихуя себе. Вот это самородок. Владелец шахты Марко Велбы сообщил журналистам, что самые крупные куски золота будут выставлены на аукцион. То есть мы с задачей справились? Это улика? А нет, подождите, ну тут что-то подсвечивается. Ебать, тут прям целое расследование. У Стэна такая же татуировка. Он что-то недоговаривает. Угу. А вот собственно и Стэн-то не так-то прост. Так, у нас какая-то там заметка. Да, заметка магазин 8. Поговорить со Стэном об блеме. Так, нужно узнать кто он на самом деле. Хорошо. Там еще у нас телефончик брякает. Давайте мы ответим на звонок. Скажем, что никого нет дома. Алло. ты вынюхиваешь тут Генри. Ебать, какой голос. И где моя дочь ублюдок? Где ты меня знаешь? Я знаю все, Генри. Ты не найдешь тут ничего кроме смерти. Где моя дочь Ширли? Скоро ты узлишь его, Генри. Осталось совсем немного... Кого его? Алло. Алло. Где моя дочь? Ублюдок. Черт побери. Кто это был? Что тут вообще происходит? Хм. Так, давайте засейвимся, ребят. Давайте засейвимся. И в принципе можно идти узнавать у стена кто он такой, что здесь происходит. Вот такая вот игра стоит 300 рублей. Оптимизация есть, в принципе играется. Но по поводу прохождения конечно не знаю, если вам понравится, можно будет это сделать. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, до встречи в следующих играх. Всем пока.